Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества при поддержке Фонда Президентских Грантов провели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд, теперь его география увеличилась более чем 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Российское историческое общество уделяет огромное внимание работе, направленной на поддержку учителей истории, краеведов, музейщиков, представителей поисковых отрядов и мы полагаем, что это действительно направлено на то, чтобы поддержать этих людей, которые зачастую делают вот эту работу на общественных началах. Одними из наиболее активных в Северокавказском федеральном округе стали краеведы из Ставропольского края. Этот конкурс вызвал большой интерес среди наших краеведов. Краеведы прекрасно понимают, что вот с помощью вот таких конкурсов можно популяризировать результаты своей деятельности. Потому что, ну, к сожалению, очень часто действительно люди, особенно в селах, в районах, занимаются такого рода деятельностью, а мы не знаем о их результатах, мы не знаем тех, кто действительно, вот я не боюсь, вот этого слова занимается вот такой передвижнической деятельностью. В этом году приоритетной темой проекта, которой были посвящены работе конкурсантов, стал главный исторический юбилей года. В этом году данный конкурс посвящен как раз 75-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Посмотрением заявок занимались региональные экспертные советы. Они оказывали значительную поддержку конкурсантам на протяжении всего проекта. Учитывали, конечно, содержательную часть видеороликов. И мы, конечно же, учитывали такой фактор, как определенные конкретные результаты вовлечения молодежи в такую краеведческую деятельность. Только в этом году мы, например, провели такую конференцию, которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Она называется «Победа над нацистской Германией и ее союзниками. Ключевое событие 20 века». Мы подготовили сборник. Он довольно скоро выйдет в этом сборнике. Активнейшее участие принимает учащаяся молодежь. Студенты различных вузов, это не только студенты-историки, но, конечно же, они тоже пишут свои статьи, изучают эту проблему. Нам на самом деле очень радостно на это смотреть. То, что мы собрали этот банк данных, кто занимается данной проблематикой, уже важно. Плюс каждый участник конкурса нам присылал видеоролик о своей деятельности. Часть видеороликов была посвящена тем музеям, которые созданы при школах районов края. Плюс были доведены до сведения результаты деятельности поисковых отрядов. И вы знаете, уже формирование вот этого банка данных очень важно для нас, для исторического и краеведческого сообщества. Я надеюсь, что он будет и на следующий год, или, может быть, через год. Дело в том, что в этом конкурсе могут принять участие и, ну, скажем так, любители, да? Любители краеведы. Ну, я могу привести пример, что во многих поисковых отрядах не работают профессиональные историки. Но там находятся люди, которым не безразлична история Великой Отечественной войны, не безразличны те трагические события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Но мы также рассчитываем, что вот именно и представители поисковых отрядов в будущем будут более активно участвовать в такого рода в конкурсах. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История Малой Родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона. Продолжение следует...